привет друзья вы снова на канале ремонтник тв и сегодня опять мотоблок кентавр шестисильный он выкатывал свои положенные 25 моточасов все на колесах все с прицепом не я выкатывал выкатывал сосед и по его словам четко 25 часов мы сейчас совместно заменили все жидкости как и в воздушном фильтре в картере так и в коробке передач немного конечно стружечки в коробке передач но это оставим на его совести и так как собрать фрезы есть там некоторые нюансы конечно вроде собрать фрезы такое плевое дело но некоторых людей такой момент ставит просто в ступор люди не знают из чего начать но я сейчас в этом видеоролике детально все покажу и расскажу итак начинаем во первых друзья что скажу чтобы собрать фрезу нам нужно ключики или воротки с головками на 16 здесь просто болт и гайка вот как вы видите и гайка на 16 и болт будет тоже на 16 поэтому такой дефицитный размер нужно порыться или прикупить всегда будет полезен и так как вы видите я разложил уже здесь у меня есть и левые и правые фрезы вот такие вот такой набор правых набор левых где какие блин черт его знает так говорится правые и левые одни изогнуты в одну сторону другие в другую ну и естественно вот за . их вот за . они здесь не острые на самом деле для фрезы это не критично но как вы видите они изогнуты в разные стороны и так же вал вал фрезы здесь начинается он вот видите я левый собираю на самом деле сначала левый потом правый сначала нужно один собрать чтобы ориентироваться по нему дальше я конечно покажу вал собирается вот здесь с трех частей к редуктору идет с двойными пластинами вал дальше видите вот такой вал где квадрат наварен вот видите отверстие да он будет наварен немного со смещением то есть на следующий квадрат вроде он похож да но здесь уже квадрат наварен согласно отверстию видите здесь отверстие то есть вот такая плоская вершина и вот здесь отверстие но они вообще собраны обычно бывает если попутать легко попутать вот эти две половинки и тогда вообще абракадабра получается фреза соберется неправильно это один из главных моментов и так собираем вот сначала 1 шплинт дальше 2 еще один шплинт вот так до конца конечно можно еще секции наращивать обычно здесь идут диски с этой стороны как вы видите квадраты здесь смещены 1 идет 2 развернут 3 еще дальше развернут 4 еще дальше развернут согласно от этой схеме мы будем собирать фрезы вот здесь у меня будут условно левые фрезы вот эти будут условно правые фрезы сначала вот беру произвольно это например левая фреза которая фреза загнута будет от редуктора на фрезу вот она с этой стороны с внешней стороны фрезы будет крепиться и вставляем два болта это будут крайние отверстия я не буду использовать вот эти внутренние отверстия будут самые крайние те которые внутренние там есть такой метод набора фрезы где идут три ножа например но там крайне неравномерно работает фреза мне такой вариант не очень нравится следующая фреза будет в эту сторону загнутая поэтому берем вот так ставим и этот болт уже можно гровер и гайка вот так от руки зажимаем дальше следующая фреза следующая фреза вот поставим симметрично снизу вот сюда видите две противоположные фрезы вот как здесь вот сверху и снизу они загнуты в одну сторону эти также будут загнуты в другую сторону вот такой момент получился который крепится с этой стороны они идут во внутрь фрезы с этой стороны идут к редуктору вообще можно крепить в этом мотоблоке можно крепить и эту фрезу с этой стороны делается как я сделал почему потому что многие мотокультиваторы именно культиваторы не мотоблоки сделаны так что редуктор идет узкий и фреза может даже но ее посадка фрезы такова что если вот эту часть вот этот нож поставить с этой стороны эти 5 миллиметров сыграют такую важную роль что нож может цеплять редуктор и там зачесывать редуктор или просто даже упираться поэтому хочу сказать что на это стоит обратить внимание хотя в данном случае это не критично собираем следующую секцию следующая секция точно также собирается здесь смещены все квадраты как вы видите по спирали и никаких проблем с этим не будет берем левый нож также с этой стороны вот как вы видите да он дальше пошел и уже будет по спирали как красиво соберется данный шеврон я конечно покажу так же в конце видеоролика а принципе все друзья фреза собрано как вы видите за . ножей как левого так и правого направлена на меня правый вал как вы видите здесь также квадраты смещены все квадраты смещены я не говорю про левой что здесь смещены они на 30 градусов следующая также на 30 градусов и уже четвертый квадрат он совпадает с первым квадратом и уже фреза будет развернута на 90 градусов согласно первой в чем суть друзья шевронного шевронной сборки фрез вот как вы видите два отверстия они лежат на одной плоскости то есть квадрат симметричен вот этому квадрату и также фрезы мы должны расположить точно зеркально как и с левой так и с правой стороны как-то сделать то есть сейчас я покажу также берем вот эту фрезу которая изогнута вот сюда напротив зеркальная то есть если здесь правая здесь будет левая да и собираем точно также с внутренней стороны вот и а изгиб идет к редуктору вторая фреза уже будет наоборот симметрично и зеркально вот этой фрезе гровер гайка наживляем главное что вот эти фрезы как вы видите они сходятся а вот эти следующая пара они расходятся отверстия еще раз напомню должны быть в одной плоскости потому что на валу редуктора там также вот отверстия будут на шестигранники и пересверливать конечно очень сложно вот так я поставил как все должно выглядеть на редукторе мотоблока вот эти две фрезы сходятся вот эти две расходятся почему так сделано для того чтобы максимально проработать почву перед редуктором то есть редуктор когда он идет по земле чтобы он не было пропуска какого-то левая фреза уже нам для примера мне нужно заканчиваем все с правой фрезой после того как мы все ножи на фрезы наживили нам понадобится ключики на 16 который я говорил и также грубая физическая сила вот такой шеврон должен получиться друзья когда мы установили все ножи на фрезы я маляркой вот показал как все идеально работает и сейчас я покажу как это все на почве хотя у меня после картофана почва рыхлая но тем не менее все должно работать при отлично а вы думали что это конец вовсе нет мое видео хотя подходит концу я еще один вариант фрезы вам покажу как вы видите здесь также четыре секции вот эта часть идет к редуктору а вот это уже конец здесь цельный вал будет шестигранник обычный стандартный 32 здесь три секции они цельно сварены и добавляется только вот четвертая секция она как видите на штифту но что не так с этой фрезой вообще все тоже по правильному я скажу что такой нюанс не знаю даже продавцы и вообще люди все люди которые эксплуатируют мотоблоки этот вариант только знают единицы предыдущая фреза я говорил что все ножи относительно последовательного ножа следующего развернуты на 30 градусов здесь же все не так вот как вы видите по пластинам да вот эта пластина и вот эта пластина они лежат в одной плоскости следующая пара пластин вот это и вот это они также в одной плоскости лежат то есть ножи будут развернуты не на 30 а на 45 градусов и что мы имеем вот между этим ножом и вот этим ножом угол будет 135 градусов они 90 как в предыдущей фрезе ну что ж уважаемые друзья вот такой вариант нормы фреза с разворотом ножей на 30 градусов и с разворотом ножей на 45 градусов но вы спросите как они вообще работают как пашут как пашут мотоблоки с такими фрезами если разница между вспашкой вот такой фрезой и вспашкой вот такой фрезой я сам не знаю но друзья могу обещать что если много много людей посмотрит этот видеоролик естественно поставите кучу кучу лайков пускай это видео пойдет в массы делайте репосты и я естественно сниму вторую часть как работают эти две фрезы черная и красная в чем же суть и разница атаки ножа собственно жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски а пока всем удачи а